Все, пошла запись. Всем доброго дня. У нас середина семестра и такой синдром, конечно, середины семестра, когда не очень много народу приходит, но на самом деле лекции только-только разогрелись, и трэш и угар, он только начинается сейчас. Настоящая джава и по-настоящему какие-то заковыристые штуки. Поэтому я особенно горячо приветствую тех, кто все-таки пришел. И у нас к лекции есть эпиграф в трех твитах. Эпиграф от Тагир Валеев. Это человек, который сейчас работает в JetBrains и разрабатывает ту самую IntelliJ IDEA. И он вообще достаточно известен в комьюнити. Он много рассказывал про джава-стримы в свое время. Он имеет статус джава-чемпиона, который присваивается за особые заслуги перед джава-комьюнити. В общем, он что-то понимает. И вот он писал в январе в своем твиттере, что если вы преподаете джаву младшекурсникам, конечно, соблазнительно сказать, типа, вот такая есть структура, у нас очередь, вот так она работает. Если хотите использовать очередь, используйте класс java.util.q. Вот стек, вот как он работает. Если хотите использовать стек, используйте java.util.стек. Звучит здорово, но на самом деле все не так. На самом деле надо говорить, что вы, конечно, можете использовать q-интерфейс для очереди, но инстанцировать его необходимо через arraydeck. И ни в коем случае забудьте вообще про linked list. Если вам нужен стек, то ради всего святого не используйте стек с большой буквы. Вы должны использовать тот же самый arraydeck через интерфейс deck. Что такое deck, мы расскажем чуть попозже. Почему? Потому что студенты с самого начала должны понимать, что мир программирования несовершенен. На самом деле это чудовищная мешанина. Добро пожаловать в ад, ребятки. Тема нашей сегодняшней лекции – Collections API. А потом я еще расскажу про лямбда и метод референсов. Мы в прошлый раз изучили, что такое дженерики, что такое параметризованные классы, параметризованные типы. И теперь мы полностью готовы к тому, чтобы погрузиться в библиотеку коллекций в Java. Универсальных контейнеров, которые могут себе хранить что угодно. И они как раз параметризуются типом того, что они в себе хранят. Первая идея, которая стоит за этим – это разделение интерфейсов и реализации. То есть на самом деле в библиотеке есть куча интерфейсов, которые показывают абстракции каких-то дата-структур. Например, такая абстракция, как мапа. У нее есть возможность взять по ключу какой-то value. У нее есть возможность положить ключ и value в эту мапу. При этом она возвращает предыдущее значение, если оно уже лежало по этому ключу. Удалить ключ и так далее. Очистить мапу целиком. В общем, это интерфейс к такой абстракции, как мапа. И как он может быть реализован? Реализован он может быть по-разному. И сами интерфейсы, они тоже расширяются. Например, у мапы есть наследник такой, тоже интерфейс, Navigable Map. Это такая мапа на стероидах, которая умеет больше, чем обычная мапа. Если обычная мапа может только получить ключ по ключу значения, а если по данному ключу значения не лежит, то она вернет вам null. То Navigable Map умеет что-то большее. Если вы знаете приблизительный ключ, а ключи имеют некий порядок сортировки естественной, то она может вам найти реальный ключ, который близок к данному с точки зрения сортировки. Ниже или выше. И может в сортированном порядке каким-то образом перемещаться. И, соответственно, у этих интерфейсов может быть много-много самых разнообразных интерпретаций. HashMap, LinkedHashMap, IdentityHashMap, ConcurrentScapeListMap, 3Map. Это все библиотечные реализации одного интерфейса мапа. Почему вот эта вся область называется Collection API? Потому что, хотя там есть мапы, туда входят, они не являются потомками коллекции, но зато все остальное является потомками такого интерфейса Collection. Collection – это просто набор чего-то. И на самом деле у коллекции есть интерфейс Iterable, про который я сейчас поговорю. А дальше от него наследуются разные категории коллекции, которые есть еще. Есть категории List, Set и Queue. Значит, что у нас… что такое вообще Iterable, который является вообще суперинтерфейсом, много для чего? В частности, для Collection. Это штука, которая умеет участвовать в ForLoop. Если мы помним, в C там есть вот этот классический ForLoop, ForIntE равно 1, и меньше чего-то, и плюс-плюс. В Java, начиная с определенной версии, появилась вот такая вот штучка. То есть мы можем брать… Если у нас есть какой-то Iterable от T, то мы можем сказать ForTE в коллекции. То есть вообще здесь не обязательно Collection, тут любой Iterable. И он пройдет по элементам. На самом деле у интерфейса Iterable есть единственный метод, который возвращает итератор. А у итератора есть методы hasNext, Next и есть еще remove. Такой метод. Если мы в серединке захотим что-то заремовить, то мы можем его вызвать. Иногда он даже позволит нам что-то заремовить. То есть на самом деле мы можем написать, конечно, в таком стиле цикл для перечисления элементов, но в абсолютном большинстве случаев мы будем писать цикл вот в таком вот стиле. Это очень удобная, это прям супер распространенная практика, если мы хотим перечислить элементы чего-либо. У итератора на самом деле есть еще расширение. Лист-итератор, который может, значит, ходить не только вперед, но и назад. И еще устанавливать элемент в своей позиции. Вот лист-итератор, он существует только для наследников, только, да, для тех, кто имплементит лист. И, как мы уже знаем, лист – это наследник коллекции, поэтому, в общем, есть такой интерфейс, который может делать чуть больше, чем просто итератор. Но на самом деле применяется он достаточно редко когда. И у нас имеются еще мапы разнообразные. То есть, как я сказал, у нас имеется мапа просто, в которую мы можем что-то положить, взять. А еще мы можем получить сет ее ключей. И еще мы можем получить сет ее entry, то есть пар ключ-значение. И есть разные расширения типа sorted map и navigable map. Чуть-чуть попозже поговорим об этом. Вот тут уже возникает такая вещь, как sorted map и navigable map. И еще я говорил про то, что для них нужны отсортированные ключи. То есть нам надо, чтобы определять какой-то порядок сортировки. Так вот, для того, чтобы в Java, для того, чтобы определять порядок сортировки, существует два подхода. Есть, во-первых, интерфейс comparable. То есть, если объект некоего типа реализует интерфейс comparable, то мы тем самым декларируем, что он сравним с элементами того же самого типа. То есть мы можем объявить некий класс и сказать, что он comparable от того же самого класса. И тем самым он уже будет легко участвовать во всяких 3-мапах и в других структурах данных, требующих сортировки, потому что они имплементируют интерфейс comparable. Но иногда интерфейс имплементировать на уровне самого класса неудобно. И очень зачастую это просто неудобно, потому что у нас есть класс. И сортировать элементы этого класса, сортировка элементов этого класса, это есть некое такое внешнее по отношению к данному классу умения. Класс может не знать, как он сортируется, к тому же сортировать можно разными способами. Так вот, для всего этого существует такой интерфейс-компаратор, у которого два параметра. Там есть метод compare, и у него есть два параметра. И, собственно говоря, реализовав этот интерфейс, мы как бы задаем сравниватель для двух значений одинакового типа. Везде, то есть сейчас на данном этапе важно запомнить, что в принципе весь Java Collections API устроен таким образом, что мы можем использовать либо comparable объекты, либо подпихивать компаратор, если мы хотим подпихнуть какой-то внешний компаратор. То есть оба этих подхода, они абсолютно одинаковые, взаимозаменяемые. Чуть-чуть попозже мы вернемся к интерфейсу компаратор и узнаем, какие замечательные штуки он может делать при помощи лямбт и метода референсов. Значит, давайте промежуточные итоги подведем. У нас есть интерфейсы, у нас есть реализации в Collection API. Где что использовать? Используйте интерфейсы для типов переменных и аргументов метода. То есть вы делаете какой-то API, вы делаете какой-то публичный метод. Вам нужно в этом методе, вы говорите, нам нужен лист чего-то. Вы говорите, окей, пусть это будет лист чего-то. Не RayList, не LinkedInList, там, спасибо господи. Просто пишите лист. Нам нужна мапа от чего-то, вы пишите map. Этим самым вы даете возможность пользователям вашего API выбрать ту имплементацию интерфейса, которая им удобна для их нужд. И как бы делаете более удобный, более широко используемый интерфейс. При этом возвращаемые значения здесь часто бывает полезно сказать, что вы возвращаете именно RayList. Ну, потому что если этот RayList применяется где-то как лист, но сводится к листу, то все нормально. А вдруг пользователю вашего API именно важно понимать, что это RayList и используют какие-то методы конкретные. Поэтому часто делают так, что именно конкретные реализации как возвращаемые значения, но как аргументы всегда используют интерфейсы. Потому что, ну, вы можете сказать так, окей, но почему я должен писать map от A, B, если я точно знаю, что, ну, это будет всегда хэш-мэп. Ну, что вы, как бы в Java есть хэш-мэп, хэш-мэп всегда используется. Почему я должен писать map? Вот. Но это не просто так, потому что на самом деле помимо хэш-мэпа или помимо листа существует очень много таких суррогатных коллекций, которые часто подпихиваются именно в качестве аргументов каких-то методов. И важнейший из них содержится в классе collections. Collections – это такой утилитный класс, который нельзя инстанцировать, но в котором очень-очень много всяких статических методов. И вот часто как бы нам надо подпихнуть просто пустой список. Мы пишем collections.emptylist. Это эффективнее, это проще, это изящнее, чем писать new array лист, пустой лист создавать, там мусорить и так далее. Потому что он там единственный закэширован в этом collections, и его можно переиспользовать. Он иммутабельный, в него ничего добавить нельзя. Или вам нужно создать лист из одного элемента. Пожалуйста, есть singleton лист. В девятой Java, и у вас эта возможность уже есть, появились очень удобные конструкторы создания коллекции по заданным элементам. То есть если вам надо создать лист из A, B и C, вот трех элементов, вы просто пишите list.off, это статический метод, и пишите A, B, C. A, B и C должны быть одинакового типа, и тогда у вас получится на выходе лист этого же самого типа. То же самое с set of, A, B, C, map of. Вот по моему опыту и по опыту моих коллег, которые уже перешли там с восьмерки на одиннадцатую, все говорят, что это прям самое удобное добавление, как жизнь стала легче. Это действительно так. Казалось бы мелочь, но по моему ощущению, это самая часто используемая фича, которая появилась в новой версии Java, последней версии, если говорить про одиннадцатую. Тут вопрос, а как это реализовано? Ну, тут вы уже понимаете из прошлого занятия, что если, наверное, здесь разные элементы, и они могут быть какого угодно типа, а здесь возвращается лист такого же типа, то тут не обошлось без параметризованного метода. Понятно, да? Вот. Но как они это сделали для мапы? Ведь здесь у нас K1 – это тип K, потом V, потом опять K, потом опять V. Они должны чередоваться друг с другом. И здесь на выходе должна быть мапа из KV. Я сейчас не буду отвечать на этот вопрос. Я предлагаю вам в качестве самостоятельного задания зайти в стандартную библиотеку, посмотреть, как это реализовано, ужаснуться, понять, что это какой-то ад вообще и трэш, ну и как бы задуматься. Задуматься над чем? Во-первых, задуматься над тем, почему именно так реализовано. Почему, например, лист не использует Vararks? Вот, листов. Во-вторых, задуматься над тем, что как бы в любом нормальной ситуации, ну, как бы ваш код, если бы вы так писали, назвали бы говнокод и как бы не пропустили. Почему такое, допустим, и в библиотеке? Ну, потому что библиотека, она как бы инкапсулирует, берет на себя грязную работу для того, чтобы программисты могли использовать вот это вот все более-менее хорошо и чисто и аккуратно. Но на самом деле, несмотря на чудовищно выглядящую внутри реализацию, это очень удобная, очень удобная действительно штука. Если говорить про суррогатные коллекции, тут мы вернемся опять к восьмерке. Это всегда бывшая фича, и она остается актуальной. Мы можем из любого там листа сеты и мапы превратить их в unmodifiable, то есть в такие, которые невозможно будет ничего заменить, некоторых невозможно ничего удалить. То есть, в принципе, это все те же листы сет и мап, только у них методы эти не вызываются. Они вызовут runtime exception при попытке что-то сделать. Это является хорошей практикой, если вы делаете какую-то библиотеку, какой-то API, которая возвращает какой-то там сет или лист, который говорит о внутреннем состоянии ваших объектов, но вы не хотите, чтобы кто-то через этот сет или лист управлял внутренним состоянием вашего объекта. Поэтому хорошей практикой является завернуть это все дело в unmodifiable лист или в unmodifiable set. Тут важно помнить, что unmodifiable лист не сделает сам T, сам элемент этого листа иммутабельным. То есть, тут вы уже сами должны заботиться о том, чтобы он был умытабельным. Но, в принципе, такой подход, такой костыль, конечно, это костыль, но он является используемым довольно часто. Вообще, в классе collections, как и в классе erase, статических методов много, и там очень много всего полезного. И просто возьмите себе на заметку, что есть в библиотеке такой collections и erase. Если вы что-то хотите сделать с коллекциями или эреями, посмотрите, не реализовано ли это уже готовым образом вот в этих двух классах. Теперь мы перейдем к рассмотрению некоторых наиболее употребимых дата-структур Jive. На самом деле, вот я говорю, его величество и рейлист, потому что из моего опыта, ну, может, то, что я скажу, это, конечно, шутка, но в каждой шутке есть доля правды. Девять шансов из десяти, что для того, чтобы хранить данные в вашей программе, вам понадобится эре-лист. Только в одном случае из десяти что-то другое. Если мы возьмем этот случай, который остался от эре-листа, то там тоже в девяти случаях из десяти оставшихся вам понадобится хэш-мапа. Если мы возьмем один случай из ста оставшихся, там тоже можно разбить на один из десяти, и, скорее всего, у вас там уже конкурент-си получилось, там вам понадобится конкурент хэш-мапа. И в одном случае из тысячи вам понадобится что-то другое, помимо трех этих классов. Поэтому мы сейчас по ним поговорим, но мы поговорим про другие классы тоже. Значит, эре-лист – это лист, под которым всего лишь навсего находится эре-масси. Он создается. Да, кстати, я сейчас буду показывать картинки, которые являются визуализацией внутреннего состояния объектов графической при помощи такого Lightweight Java Visualizer. Интересная штучка, которую сделал один преподаватель Java из Новой Зеландии в 2004 году. Я ее откопал, она работает до сих пор. Значит, каким образом устроен эре-лист? Это объект, внутри него есть размер, и внутри него есть массивчик, созданный с некоторым запасом относительно этого размера. Мы добавляем туда элементы. Как только заканчивается его размер, мы берем, создаем новый массив, копируем все, что было, расширяем этот эре-лист и опять продолжаем им пользоваться. Значит, давайте поанализируем его свойства с точки зрения асимптотика. Самое крутое достоинство эре-листа в том, что мы по индексу получаем элемент за константное время, O1. То есть получить элемент массива по его индексу – это самая быстрая вообще операция, какая возможно, и это главное достоинство эре-листа. Операция по индексам или получение по индексам – это очень здорово работает. Что касается добавления элементов, тут мы понимаем, что не все так просто. Пока еще мы работаем в пределах вот этого буфера, добавление тоже очень быстрое, как бы за O от единичку. Но как только мы выбежали за пределы буфера, тут начинается все очень плохо. Нам надо создать более расширенный пассив. У нас еще и память как бы сильно перерасходуется, потому что в какой-то момент мы храним две копии этой структуры данных. Одна старая и одна новая, но еще расширенная. Потом все это перекопировать. В общем, довольно так, хлопотно это все сделать. Добавление по индексу – то тоже плохо. Надо сдвигать все элементы вправо, это от N-инперации. Удаление – тоже плохо. Работа через итератор – это все тоже медленные штуки. Не всегда годится. Тут нам что подсказывает как бы наука? Наука подсказывает, что есть вот такая вот структура, называется LinkedIn List. И тут все понятно. Значит, это такая цепочка объектов. В Java LinkedIn List – это на самом деле двусвязный список, потому что там ты можешь вперед-назад ходить по нему. Есть первый, последний элемент. Вот такую цепочку они связаны. И, соответственно, значение этой ноды, оно хранится в поле item, и оно ссылается на тот объект, который хранит его. И, соответственно, если мы посмотрим здесь, какие асимптотики, то здесь понятно, что получение по индексу оно страдает. Это OATN-операция. Правда, мы можем ходить с начала или с конца, так как лист двусвязный, поэтому в среднем это не N пополам, а N на 4 шагов будет у нас. Добавление элемента – это операция O от единички всегда. И главное достоинство LinkedIn List – то, что если мы находимся в итераторе, то в итераторе мы можем всегда впихнуть в середину его элемент или выкинуть из середины элемент. Это всего лишь на все мы выкинули и связи поменяли, или впихнули и связи проставили. То есть это операции, которые делаются за OATN-времени. И поэтому казалось бы, что LinkedIn List в плане своих возможностей является равноправным соперником RL-листа на практике. На самом деле. Помните, там Тагир Валеев говорил, забудьте про LinkedIn List. А вот еще один твит от Джошуа Блоха, того самого Джошуа Блоха, который… Вот он говорит, я сам вообще-то LinkedIn List написал в библиотеке. Говорит, ну, ребят, вообще кто-то им пользуется, я вот им не пользуюсь. А почему он им не пользуется? А потому что помимо теории, помимо асимптотических оценок, есть еще практика и какие-то другие вещи, которые в асимптотические оценки не укладываются. Что плохо с LinkedIn List? А плохо там то, что, во-первых, там достаточно большой оверхед по памяти. Потому что нам нужно аллоцировать что? Вот самый элемент ноды и то, что мы храним. И объектов-то много аллоцируется здесь. Потом, а в RL-листе аллоцируется, по сути дела, один массив, который хранит уже все вот это вот дело. И, соответственно, объект со всей его обвязкой, еще с полем Previous, с полем Next и так далее, это все больше гораздо занимает памяти, чем просто массивчик, который в себе содержит просто одну за другой идущие ссылки на объекты. Это оверхед по памяти. Вторая история. Так как это все аллоцируется как независимые объекты, оно аллоцируется в разных участках хипа. И если нам нужна скорость, то кэш процессора нам тут не помогает. У нас получается кэш-миссис, и мы постоянно дергаемся от одного куска памяти к другому. И у нас просаживается производительность, в то время как итерация по RL-листу, даже последовательная итерация. С точки зрения теории о асимптотике, итерация последовательная по LinkedIn-листу, она также хороша, как итерация по RL-листу. Но с точки зрения практики, итерация последовательная по RL-листу, она все равно быстрее, чем итерация по LinkedIn-листу. Поэтому с LinkedIn-листом на самом деле все плохо. И нет ни одной практической задачи, где был бы нужен LinkedIn-лист. Я не знаю, многие в Твиттере пытались выдумать, но не смогли. И, судя по всему, это бесполезный класс просто в библиотеке. Ну, я вас предупреждаю, как людей, которые учат Java и хотят что-то применить, глядя, что в библиотеке что-то есть. Это не значит, что там надо что-то применять. Но тут можно сказать, окей, но ведь LinkedIn-листы реализуют DEC. А DEC – это как раз двунаправленная очередь, которую мы можем в одну сторону подпихивать, в другую сторону подпихивать, брать с одного конца и брать с другого конца. Это как раз нужно, потому что очереди и стейки нам нужны. Так вот, чтобы использовать очереди и стейки, у нас есть такой ArrayDec, который под собой содержит Array. На самом деле это Circular Array. То есть мы, когда пишем очередь, в одну сторону добавляем элементиков. Вот они тут с этой стороны добавляются. Но когда мы вычитываем, просто указатель начала этой очереди, он смещается в стороночку. И получается, что мы с одной стороны добавляем, с другой подъедаем. Все это дело в какой-то момент зацикливается в пределах одного буфера. И пока мы умещаемся в пределах этого буфера, все это работает очень быстро. Конечно, если буфер у нас переполнился, происходит остановочка. Сейчас подожжи, значит, он создает более крупный буфер, копирует старый. Вся вот эта история происходит. Но пока мы в пределах буфера работаем, все это работает очень-очень быстро. Есть даже более сложная и более редко используемая, но иногда используемая штука, как Priority Queue. Когда у нас ставятся какие-то штуки, сообщения, которые имеют приоритет. И вот тут опять Comparable или Comparator, которому мы еще вернемся, значит, играет роль. То есть мы их ставим в эту самую Priority Queue, а получать мы их должны уже в порядке приоритета. Опять же, есть вариант, реализованный на основе массива. Называется, он так и называется, Priority Queue. И он внутри себя использует balanced binary heap. То есть, опять же, берется массивчик, но он просто заполняется, компактно заполняется элементами в определенном порядке, которые позволяют за логарифмическое время работать с этой структурой данных. Но в основе, опять же, лежит не какая-то связная структура, а в основе лежит массив. То есть массив в Java – наше все. Это очень быстро работающая штука. Давайте сделаем выводы промежуточные. Хотя все мы в теории учили асимптотику, при помощи которой мы оцениваем годность той или иной структуры данных, того или иного алгоритма, важно помнить, что теоретическая асимптотика не полностью описывает всю картину. И иногда асимптотика говорит нам одно, а практика – другое. То есть какие-то частые, удачные случаи, частота их использования. Но в самом деле, как бы, RList теоретически – это плохая штука, если мы динамически добавляем туда. Но на практике это не такая плохая штука, потому что чаще всего мы добавляем в уже выделенный буфер, и это быстрая история. Эффективность использования в кэше, количество производимого мусора. Вот LinkedIn List, он как раз производит мусор, который… Это еще такие связанные куски, кулачки LinkedIn Listов. Это особенно заковыристая задача для garbage collector. И так далее, и тому подобное. Поэтому асимптотика – это еще не все. И, соответственно, если вам нужен List или вам нужен DEC, она же очередь из DEC, то используйте RList, используйте RADEC. И вообще RList – это самая наиболее используемая структура данных в Java вообще, которая покроет 90%. Из оставшихся 10% 90% покрывает хэшмэп. Ну, я думаю, что к этому моменту вы все уже себе представляете, как работает хэшмэп. Идея такая, что у нее есть некий массивчик, опять же там массив. Когда мы кладем какой-то объект, вычисляется его хэш, и делится значение этого хэша с остатком на величину массива, таким образом определяется, в какой ячейке массива хранится ссылка на объект. Но, естественно, так как массив у нас ограничен, и хэш у нас не может гарантировать уникальность, это все понятно, у нас возникает коллизия. Вообще говоря, существует много разных подходов к написанию хэшмэпа, как разруливать коллизии. Вот в реализации, которая в Java, там используется реализация с линкедлистом. То есть у нас, если возникла коллизия, вот это вот реальный пример, который построен при помощи Lightweight Java Visualizer. Действительно, строчка А, большое, А, маленькое, и Б, большое, Б, большое, это пример того, как построить коллизию хэш. У нее хэш 2112, и у этой строчки тоже 2112 хэш. Они попадают на одну и ту же, ячейку хэш массива, бакет это называется, ведро, в одно и то же ведро попадают. И вот в пределах этого бакета они просто соединяются в линкедлист в процессе присоединения друг к другу, скажем так. Вот, поэтому, когда мы делаем get из массива, из хэшмэпа, простите, то мы сначала находим бакет, а потом мы бежим по вот этому линкедлисту, пока не найдем тот элемент, который нам нужен, предполагая, что так как массив большой, коллизий мало, то нам не придется очень долго бежать по этому линкедлисту, и все быстро получится. Но это на самом деле не всегда так бывает, потому что была такая, придумали такую атаку на Apache Tomcat какое-то время назад. Tomcat это очень популярный Java веб-сервер. Tomcat использует строчку как идентификатор сессии, типа авторизована она или нет, и хранит он ее в хэш таблицы. И вот представьте себе, нехорошие люди придумали дедосить следующим образом. Они генерировали много идентификаторов, которые имеют одинаковый хэш. Все это валилось в один бакет. И в результате, для того, чтобы понять, авторизованный он или нет, хэш-мапе приходилось по длиннющему линкедлисту ходить и искать эти самые записи. И это просто привело к тому, что вот так вот задедосили хэш-мап. И как противодействие этому, а также как элемент вообще увеличения производительности хэш-мапа как таковой, придумали следующее. А давайте, если values, которые хранятся в хэш-мапе, имплементируют интерфейс comparable, то когда какой-то из бакетов оказывается переполнен, будем заменять линкедлист на 3-мап, на бинарное дерево, в котором доступ, ну, бинарное дерево, оно же на сравнениях работает, comparable у нас уже есть. То есть переполненный бакет, пусть он будет переполненный, но мы из него всегда можем за логарифмическое время извлечь. Да, это хуже, чем константное время, которое вообще, говорят, предлагает нам хэш-мапа, но это гораздо лучше, чем ходить по линкедлисту. И все, нас уже не задедосит. Поэтому вывод такой. Если вы что-то кладете в хэш-мапу, полезно бывает реализовывать comparable. И, в принципе, об этом полезно помнить. Также могу сказать, что если вы будете устраиваться Java-разработчиком в какую-нибудь компанию, там классическая тема для разговора на собеседовании. А скажи-ка, дружок, как ты понимаешь, как работает хэш-мапа? И вот эта вот фишечка про то, что линкедлист превращается в дерево, она прямо вот такой способ показать превосходство сеньор-девелопера над джуниором, которые этого еще по какой-то причине не знают. Поэтому запомните, это полезно. Теперь линкед хэш-мапа. Линкед хэш-мапа – это такая же хэш-мапа, только у нее все value провязаны вот этими ссылочками before-after, то есть они еще образуют, то есть это такая комбинация линкедлиста и хэш-мапа. То есть, вообще-то говоря, хэш-мапа, она теряет порядок вставки элементов, то есть мы вставили элемент A, B, C, они попали в совершенно случайные места таблицы, и поэтому, когда мы будем итерировать по хэш-мапе, порядок будет тоже весь перемешанный. Но иногда нам важно вспомнить порядок вставки. Для чего? Ну, такой классический use case – это last… LRU даже, я не помню, как он… least recent used, по-моему, cache называется LRU-cache, значит, когда мы добавляем элемент, но мы хотим в кэше хранить какое-то константное количество элементов, а самые редко используемые вытеснять. То есть гипотеза такая, что у нас есть элементы, наиболее часто используемые, их мы и будем кэшировать, а самые редко используемые вытеснять. Так вот, линкед хэш-мапа как раз дает готовый способ реализации LRU-кэша в Java. И опять же, если у вас кто-то на собеседовании спросит, сделай там LRU-cache, вообще не надо ничего, может сказать, вот линкед хэш-мапа, вот тебе то, что он может делать. Ну и есть еще вещи, когда мы хотим работать с какими-то настройками, типа K-value, properties файлов, когда у нас ключ-значение, но порядок, он все-таки важен, мы хотим его запомнить, этот порядок, тогда линкед хэш-мапа тоже приходит на помощь. Значит, хэш-таблицы, какие еще есть вариации? Важные вариации, но редко используемые, но тем не менее очень важные и иногда они нужны. Первая история – это identity хэш-мапа. Identity хэш-мапа – это такая же хэш-мапа, как и просто, но только сравнение идет внутри не по equals, а по равно-равно. То есть, если нам нужно именно с объектами работать, и просто хэш-мапа дедуплицирует. Если мы уже кладем value, которое оно такое же, у нее и хэш, одинаковый и equals одинаковый, то это считается тот же самый объект с точки зрения хэш-мапа. Identity хэш-мапа, она использует, как же называется это? Identity код, по-моему, то есть такой хэш-код, который на уровне обжекта работает. И она использует сравнение равно-равно для себя. То есть для каких-то технических системных штук именно бывает нужна identity хэш-мапа. Редко, но бывает нужна. И weak хэш-мап. А это такая штука для реализации кэшей, когда мы кладем объект как бы в хэш-мапу и держим на нее ссылку. Но если другие ссылки на этот объект потеряны, то этот объект может быть собран сборщиком мусора, потому что там идут не референсы, а weak референсы. И поэтому если никаких других ссылок на объект, кроме того, что он лежит в этой weak хэш-мапе, не существует, тогда сборщик мусора может прийти и его подобрать. Это тоже бывает полезно для реализации всевозможных кэшей. Теперь три мапа. Ну, три мапа, понятно, что у нас могут быть comparable ключи, и мы можем использовать различные древесные алгоритмы. Значит, три мапа в Java используют red, black, 3. И, соответственно, работа любая по добавлению, удалению элемента, она выполняется за логарифмическое время. У хэш-мапы, я напоминаю, у хэш-мапы есть тот же самый бич, тот же самый тотальный недостаток, что и у рейлиста. Когда-нибудь вот этот вот массив забьется, и тогда придется производить очень большую работу по релокации, то есть аллоцировать еще побольше массив, перекопировать туда, все пересчитать, все элементы, то есть это долгая операция, и в какой-то момент она происходит, и все подвисает, и хэш-мапа начинает тормозить. Значит, три мапа такой особенностью не обладает, она амортизирована, вы всегда за логарифмическое время можете туда элементы добавлять, но в принципе не в этом ее главное преимущество, а главное преимущество ее скорее функциональное, потому что существует огромное количество приложений, когда вам надо не точно по ключу понять, есть там значение или нет значения, а когда вы ключ знаете лишь приблизительно на прямой, вот этой вот отсортированной прямой, вы знаете приблизительно этот ключ, три мапа, три мапа, найди мне наиболее близкое значение вот к этому, и никакая хэш-мапа вам с этим не справиться, вот здесь вот три мапа, она работает. Помимо мап, у нас есть еще сеты, но полезность сетов, она такая, ну, конечно, сеты используются, но реже, вот почему. Значит, сеты это коллекции, в которых объект может присутствовать только один раз, в библиотеке каждый сет, он реализован на самом деле на основе мапы, то есть вы уже понимаете, что мапа это k-value store и ключи в ней уникальны, поэтому если мы кладем в мапу что-то с тем же самым ключом, то мы вытесняем как бы value для этого мапы новым каким-то value. Поэтому вот как реализован, например, хэш-сет, вот это вот на самом деле то, что внизу написано, это кусочек я выдрал из библиотеки стандартной, как реализован хэш-сет. Там есть такой вот object present, такой dummy object, который говорит, что есть значение по данному ключу. Ну и соответственно, когда мы что-то добавляем в хэш-сет, он просто кладет туда этот present, только и всего, и как бы он понимает, есть этот present или нет. Поэтому когда вы используете хэш-сет, ну просто вам не надо значение класть, ну не надо, окей, вы используете хэш-сет, но если вам надо класть значение, то вы можете как бы взять хэш-мапу и использовать ее одновременно и как сет на проверку, есть что-то или нет чего-то, да, contains k, true или false, и еще и в нагрузку бесплатно вы получаете возможность к ключу какое-то значение прибавить. Но есть два исключения, то есть как бы они называются сетами, но на самом деле, вот например, bit-set, он даже не реализует интерфейс сета, это множество на основе битовых масок. Это совсем другая история, они не на основе никаких хэш-таблиц. Значит, во-первых, enam-set. У нас есть enamy в Java, я рассказывал, да, это такие перечисления, то есть такие типы, которые содержат в себе просто конечное, заданное, перечисленное количество значений. И нам надо собирать их в сеты, и вот для этого лучше всего использовать enam-set, потому что под собой он использует битовую маску, и если в enam-set еще меньше 64 значений, то это просто единственный long. И он там битики просто смотрит, есть выставлен бит или нет, это все очень быстро работает, быстрее, чем хэш-сет, очень маленький overhead, поэтому это прям очень удобная штука, пользуйтесь enam-set. Кто писал на сях, тот знает, что в C там бывает, особенно в API всяком, вот в Windows, API, там много всякой такой магии, связанной с magic number, когда у нас есть константы, которые мы там задаем всякими битами, мы их через or-ы там соединяем или как-то так, чтобы задать некий набор опций, которые мы хотим задать, чтобы представить их в int, которые на самом деле представляют собой битовую маску. Вот в java такого не встретишь, ну в java-ских API такого не встретишь, потому что в java есть enam-ы, в java есть enam-сеты, которые прямо очень эффективно работают и очень идиоматично выглядят. Только для всякого взаимодействия с сишными API в java вот эта вот вся побитовая булевская магия используется. Есть bit-set, это по сути дела массив лангов, который вам позволяет указать, что по данному целому индексу существует выставлен bit или не выставлен. Это на самом деле очень эффективный, тоже эффективная дата-структура, она очень интересная, она позволяет делать всякие штуки типа bloom-фильтров. А, кстати, кто-нибудь знает что-нибудь про bloom-фильтры, вот напишите мне там плюс или минус, а то я давно не спрашивал никого в чате ничего. Ну напишите минус, кто не слыхал, и может быть я увижу какой-нибудь плюс. Вот, и давайте дальше. Помимо, ну есть, 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 но видимо это те, кто всякий hallowed наверное проходил. Значит, есть у нас алгоритмы в библиотеке коллекции, мы сейчас уже заканчиваем разговор про коллекции, потому что я еще хочу про лямбда и метод референсы рассказать. У нас есть алгоритмы, которые уже реализованы в утилитных классах collections и arrays. Ну, первое, что это сортировка, конечно же, мы можем сортировать коллекцию, мы можем сортировать массив. Значит, вторая история, это shuffle, перемешивание, причем важно понимать, что правильно реализовать действительно случайное перемешивание элементов, это непростая алгоритмическая и математическая задача, и вот она реализована стандартным. Но почему-то в collections shuffle есть, а в arrays shuffle нет. Я пока еще не нашел ответа себе на этот вопрос, но тем не менее, перемешивать, если вам нужно перемешивать shuffle элементы, смотрите или читайте серьезные статьи на эту тему, или вы пользуетесь просто collections shuffle. Ну и, конечно же, его величество в бинарный поиск, то есть метод дихотомии, он реализован и в классе collections, и в классе race. Конечно же, нам нужно какое-то сравнение элементов. Конечно же, для того, чтобы binary search работал, нам надо, чтобы эта штука была отсортирована, то есть мы ее сначала сортируем, а потом ищем. Вот. А теперь заметьте, вот здесь вот, конечно же, у нас компаратор должен быть, и вот здесь вот так вот написано, лист employee, здесь компаратор.comparing, employee getName. Понятно же, что написано. То есть мы говорим, что мы сортируем данную коллекцию, сравнивая элемент employee по имени. Довольно дематично. Вот сейчас вот мы поговорим о том, что это означает на самом деле, как этим пользоваться. Но вообще, заканчивая уже про Collections API, мы можем сказать, что поиск минимум-максимума, копирование, разворачивание задом наперед, всевозможные объединения разности, в общем, все это уже есть. Не нужно писать своих велосипедов каких-то, ну, то есть, опять же, их могут дать домашнее задание, что-то сделать, или могут дать вам это сделать на собеседовании. Но помните, что в реальности велосипедов городить не надо. Все стандартные употребимые алгоритмы, реализованные в библиотеке, ищите, гуглите, и вы найдете. Теперь, ну, не делаем перерывы, потому что вообще времени очень мало. Вторая большая тема, которую надо на этой лекции рассмотреть. Это лямбда и метод референс. Значит, смотрите, как нам жилось в Java до восьмерки, до того, как лямбды появились. Ну, вот, например, есть класс такой таймер. Таймер, который, допустим, через секунду что-то выполнится. Причем, неважно, что он выполнит, библиотечный класс таймер, он должен подождать секунду и сделать что-то. Значит, как ему передать, что он должен выполнить. Значит, объявляется интерфейс, такой action listener. У этого интерфейса единственный метод, который еще в себя, может быть, какие-то аргументы принимает. Но это абстрактная штука. И в тексте мы пишем, значит, таймер, а потом мы объявляем анонимный класс. То есть мы не можем написать new action listener просто, потому что это интерфейс, там абстрактный метод, компилятор не даст. Но мы берем фигурную скобку и говорим, да, окей, это такой класс, которому мы даже имени не будем давать, потому что он один только раз используется, один раз инстанцируется в коде и больше нигде не переиспользуется. Анонимный. В нем мы оверрайдим вот этот вот метод action perform, и здесь мы что-то пишем, и здесь даже будут доступны какие-то переменные измены этого контекста. Это все материал там какой, второй или третьей лекции, третьей лекции. Значит, только помните, этот текст должен быть effectively final. Я про это рассказывал, что он не должен модифицироваться после своего объявления, и тогда Java, когда будет создавать этот объект, она скопирует сюда этот текст, он будет здесь доступен, мы можем его использовать. Замечательно. Но только много кода. И это много писанины. За Java как бы за это правильно критиковали. Другой пример. Значит, хотим мы посортировать вот три друга, Питер, Пол и Мэри, но посортировать мы их хотим не в алфавитном порядке, а по длине строки. Значит, мы опять пишем array sort, передаем сюда компаратор от стринга, опять оверрайдим метод compare, и вот полезная штука, которая, это вот здесь вот, вот она разница, мы сортируем по длине строки. Или еще один пример, предикат. Значит, довольно, это устаревшая история, сейчас есть более свежие API, но вот раньше таким, файл.list files, мы хотим все hidden файлы получить, все файлы, которые имеют атрибут hidden. Опять же, мы сюда передаем такой файл-фильтр, который реализует, здесь оверрайт на самом деле должен стоять, здесь, конечно, должен стоять собачка оверрайт, он оверрайдит accept, и вот здесь вот он говорит из hidden, значит, соответственно, попадет этот файл, значит, массив, результирующий массив hidden file. Вот, все это замечательно, но на всех трех случаях как бы вот этот вот весь boilerplate, вся эта обвязка не нужна, а нам нужны только единственные вещи, как бы самые сок, он содержится вот здесь, или он содержится вот здесь, и чтобы вот эту штуку выражать, появились у нас lambda expressions. Lambda expressions, это действительно expression, то есть у него есть некое value, которое себя представляет, ну что, некое action, некое действие, которое может себя принимать какие-то аргументы и возвращать какой-то результат. значит, вот, например, lambda, который берет два строковых аргумента и возвращает целочисленный результат. Она в одну строчку. Тут внимание, потому что на следующем слайде будет вопрос, небольшой квиз. Либо, если это какое-то сложное действие, то мы можем здесь сделать блок, объявить, но тогда внутри блока должен быть return, и, соответственно, return одинакового типа, тогда, как бы, компилятор поймет возвращаемый тип этого значения. Либо return может не быть, но тогда мы можем здесь не писать блок или мы можем писать блок, ну, в общем, он вводит return. Теперь вопрос. Значит, напишите, пожалуйста, в Telegram, что из этого есть валидные для лямбдовыражения. Посмотрите на эту картиночку и перечислите, те циферки, которые являются валидными для лямбдовыражения. Есть вариант 2, 3, 4, есть вариант 3, 5, 2, 3. Пока еще правильного варианта нет. Еще варианты. Только 3. Так, еще будут варианты. 1, 2, 3. На самом деле, 1, 2, 3 – это правильный ответ, потому что, смотрите, да, если у нас лямбда с фигурными скобками, то обязателен return. Вот это сейчас просто запомните. Вы начнете писать свои лямбды, и вам быстро по рукам надается компилятор, не всегда понятно. Значит, если у вас фигурные скобки, то есть если у вас блок, то return обязателен. Если без них, то return не нужен. Поэтому, соответственно, вариант, значит, 4 отбрасывается, вариант 5 отбрасывается, потому что здесь значение, но здесь нужен return, чтобы это пофиксировать. Это абсолютно нормальная лямбда, даже более того, она употребляется, может быть, чаще, чем вы думаете. То есть лямбда, которая ничего не принимает и ничего не делает. Такая no operation лямбда. Это абсолютно нормальная лямбда, которая ничего не принимает и возвращает строчку Raul. А это нормальная лямбда, которая возвращает строчку Mary. Но на самом деле компилятор вам скажет, что… Не компилятор, извините, идея там, идейка вам скажет, слушай, ты можешь это упростить вот до такого дня. Теперь вопрос. Ну, как бы лямбда values, понятно, чему их можно присваивать. Во-первых, их можно присваивать функциональным интерфейсам. Значит, функциональный интерфейс – это интерфейс, у которого не более одного абстрактного метода. То есть понятно, что запускает. В нем здесь могут быть дефолтные методы, пусть они будут, но абстрактный метод должен быть только один. Мы можем помечить функциональный интерфейс аннотации functional interface. Это не обязательно. Аннотация functional interface, она такую же роль играет, как аннотация override в языке Java. Вы можете ей не пользоваться. Но ею все пользуются, и это хороший тон, потому что в случае с override, если вы поставили override, а ваш метод на самом деле ничего не override, у вас будет ошибка компиляции, так и с functional interface. Если вы поставили functional interface, потом забылись и добавили туда еще один метод, то тогда вам компилятор скажет, ты это или functional interface убери, или один метод оставь, который, значит, является абстрактным. Это вам не дает возможность забыться и испортить ваш код. Вот. И если метод интерфейса как бы метод интерфейса подходит по параметрам возвращаемого значения лямбда, то welcome их можно присвоить. Вот, например, мы можем сказать action listener вот таким вот образом или comparator string вот таким вот образом. То есть, в принципе, вот просто написать comparator string c равняется, и вот здесь написать s1 s2 равняется s1 link минус s2 link. все идеально. Значит, еще к тому же есть такая история для удобства void compatibility. То есть, мы можем на самом деле лист add s он возвращает boolean, вот, но также точно consumer от string он не ждет, что тут что-то вернется. Поэтому, хотя вот это вот значение, оно что-то нам вернуло сюда, значит, мы можем присвоить это consumer от string, потому что он может как бы дискардить возвращаемое значение лямбда и превращать его, делать совместимым свой. Это удобство, и как бы удобство в одном месте порождает неудобство в другом месте, но я сейчас об этом распространяться не буду, у нас времени нет. Но, к сожалению, так. Значит, теперь важно помнить, какие грабли более употребимы, те, с чем вы можете столкнуться. Object не функциональный интерфейс. И если вы уже привыкли к тому, что object можно присвоить что угодно, как угодно, в каком угодно контексте, вообще говоря, это не так. Такая штука не скомпилируется. Вот такая вещь скомпилируется, потому что runnable это что? Ну, там всего лишь один метод, который не принимает себя аргументов и вводит значения. Поэтому вот этому вы можете присвоить, а потом взять вот такую штуку, свести runnable и присвоить object. Вот, оно сработало. А вот так вот не сработает. Хотя и там, и там объект на самом деле в памяти будет один и тот же. Это забавная история, но ее важно понимать. значит, что мы имеем в итоге после того, как у нас появились лямбды и метод референсы в языке? Появилось то, что код стал значительно короче, значительно диаматичнее, значительно более удобно читаемым. То есть, мы можем в старом стиле написать вот так, вот таймер, создать action-list, нароверайд, всю вот эту историю, а можем написать вот так. То есть, E это значит аргумент. Да, я не знаю, сказал я или нет, но тип вот этого E мы тоже не прописываем. То есть, мы можем здесь написать в круглых скобках action-event-e, вот, но мы можем написать просто E. И как бы это делается для того, чтобы еще больше сократить количество текста, которое мы пишем, и здесь работает вот этот type-inference, то есть, компилятор за нас смотрит контекст, а что хочет таймер здесь, а какой он хочет здесь интерфейс, ага, значит, он хочет, чтобы здесь был action-event, значит, мы делаем вывод, что E имеет тип action-event. От этого происходит меньше кода, больше удобства, чтобы это писать, но от этого иногда происходит боль определенная, то есть, кода, это не всегда плохо. но тут уже вам не подскажет просто, если вы просто смотрите на текст, но это E вам подскажет всегда, то есть, если вы работаете, один, как бы, очень серьезная причина, почему на Java надо всегда писать VDE, вы смотрите вот сюда, и вы вне контекста не поймете, какого типа здесь S1 и S2, и DE вам покажет, какого типа S1 и S2. Вот, а так все действительно короче, коды меньше, понятнее, стало выразительнее гораздо. замыкание. Когда мы говорим про лямбды, мы неизбежно говорим про замыкание, потому что на самом-то деле лямбда только из своих аргументов, она бесполезна. Ей надо также захватывать какие-то переменные из внешнего контекста. И вот на данном примере, значит, у нас имеется вот string-текст, который пришел как аргумент этого метода. Дальше мы берем вот этот вот listener, формируем в виде лямбды, и вот здесь вот заметьте, переменная текст, она доступна вовне лямбды. То есть, таким образом, лямбда, когда она формируется как объект, у нее, значит, следующий ингредиент, во-первых, код, но то, что будет исполнено, параметры, которые мы передали, но также к ней прицепом идут еще захваченные переменные, которые к ней пошли и прицепом, и вот эти вот переменные, они обязаны быть effectively final. По причине, которую я объяснял на третьей лекции, когда говорил, почему переменные, которые находятся во внутреннем, во вложенном классе, должны быть final или effectively final. Ну, потому что они пропадут из стека, и тогда непонятно, что делать, а final, значение мы можем просто копировать и прицеплять их by value вот сюда. Вот пример, который не скомпилируется, то есть здесь два контрпримера, которые показывают, что как вам не даст Java написать лямбду, значит, если у нас здесь старт, и вот этот вот старт мы здесь хотим в лямбде модифицировать, она вам не даст модифицировать, она говорит, что это captured value, захваченное значение, оно final, ты его не можешь модифицировать. Ничего страшного, создай здесь другую локальную переменную, скопируй, модифицируй в свое удовольствие. Вот здесь, например, у нас есть i, которая на самом деле не final, она мутируется вне лямбды, и, соответственно, сослаться на нее внутри лямбды мы здесь не сможем, потому что она не effectively final, она мутируется, соответственно, лямбда ее не захватывает, эту перемену. Все эти штуки вы получите на этапе компиляции. Поэтому все очень безопасно, сравнивая с тем же JavaScript, где вам надо постоянно, чтобы у вас болела голова, а вот эта переменная, она вообще из какого скоупа, откуда мы ее взяли и так далее. Вот Java, у вас голова об этом не болит. Вам компилятор либо пропускает, и у вас все будет безопасно и хорошо, так как вы думаете, либо он вас не пропускает, восстанавливает. Разобрались с лямбдами, теперь метод references. Помимо лямб, у 8-й Java еще появилась такая штучка, как метод references, который позволяет в ряде случаев делать код еще короче, еще удобно читаемее и эффективнее. Значит, смотрите, часто мы лямбды пишем так, что мы берем какой-то объект и что-то с этим объектом делаем. Вот здесь вот берем два объекта и тут же с этими двумя объектами что-то делаем. И больше ничего, никакого контекста мы не захватываем. Все сводится к вызову одного единственного метода на самом деле. Никаких других операций не происходит. Так вот, существует более короткая форма записи. Это даже не более короткая форма записи, это другая концепция. Называется она method reference. На самом деле, в качестве функционального интерфейса мы можем передать не только лямбду, но и ссылку на метод. Что такое ссылка на метод? Вместо того, чтобы сказать, вот у нас есть лямбда, она берет ивент и вызывает метод system.out.println на ивенте. Мы говорим, а вот вам ссылка на метод объекта system.out на метод println объекта system.out. И это будет совместимо с функциональным интерфейсом, который берет там в себя что там берет println object. Ну, значит, он берет любой object и жрет его, что-то с ним делает. Или, допустим, вот у нас две строки, сравни их без без учета кейса, без учета, значит, большая буква, маленькая, заглавная, строчная. Пожалуйста, вот у нас compare to ignore case. Заметьте, значит, это у нас что получается? Это ссылка на метод, но это ссылка, которая требует в себя два ингредиента. Объект первый, то есть этот метод не является статическим, видите? Объект первый, метод, который мы вызываем, и объект второй. То есть здесь, на самом деле, будет лямбда с двумя аргументами. Или у нас имеется статический метод PAU, MathPAU, в котором два аргумента, и мы говорим, вот такая вот ссылка на MathPAU. Сейчас я это поясню, еще раз. Задать метод reference есть три способа. Запоминаем, это сложно, я уже много всего сложного рассказал, но это еще одна штука, которую вам надо прямо сейчас осознать, запомнить, потому что вам придется к этому возвращаться все время, все время возвращаться. Поэтому еще раз проснулись, напряглись и запомнили. Метод reference на самом деле существует три типа, хотя синтаксис один и тот же, double colon, два двоеточия, но они могут в трех разных контекстах использовать. Первый, наиболее часто, наверное, используемый контекст, на самом деле, мне трудно сказать, первый или второй, значит, первый он вот какой, когда у нас имеется объект, у этого объекта, этот объект принадлежит классу, у которого есть метод, обычный, не статический метод, тогда мы можем написать object double colon method, и это будет эквивалентно вот чему, у нас имеются какие-то аргументы x, y, z, они просто подставляются в аргументы этого метода, ну, object мы здесь задали. если у нас имеется какой-то instance метод, и мы хотим написать вот этот код, класс instance method, мы можем так написать, это валидный метод reference, но этот метод reference превращается в лямбду, у которого на один аргумент больше, и первый аргумент этой лямбды обязан быть типа класс, ну, то есть, вернее, того класса, который мы написали, вместо класса, здесь может быть string, employee, что угодно, то есть, первый, вот этот x в этой лямбде, он обязан быть, первый аргумент вот того самого типа, потому что мы берем его, потом мы вызываем этот instance method, и остальные аргументы, ну, в эту лямбде, если они там есть, они уже будут подставляться как аргументы этого вызова. И, наконец, третий, самый простой, значит, метод reference, это метод reference на static method, у static method нету никакого объекта, на котором он бежит, у него есть аргументы, и тогда вот он превращается вот в такую штуку, просто мы пишем x, y, z, и вызываем этот static method и подставляем его в качестве аргумента. Вот три контекста, три разных способа, когда мы можем определять метод reference. На самом деле мы видим double colon, но это может означать три разные штуки. Я сейчас хочу, чтобы вы это запомнили, и потом вам это понимание очень поможет читать код. Есть как бы более вычурные случаи, мы можем создавать конструктор reference, но передавать нечто, создающее объект. В этом случае все просто, здесь оно воспринимается как статический метод, если у конструктора есть какие-то параметры, мы пишем класс double colon new, и это будет эквивалентно вот такой вот лямбде. Есть совсем вычурный способ, случай, он тоже есть, мы можем создать array constructor reference, то есть если мы хотим создать массив чего-то, то мы можем написать класс здесь вот эти квадратные скобочки new, и тогда у нас будет лямбда с единственным целочисленным аргументом, который указывает нам на размер массива. Понятно, почему здесь больше не будет аргументов, даже если у класса есть разные конструкторы с аргументами? Понятно? Размьютитесь кто-то и скажите, почему. Да, там же все из нулей будет. Да, да, потому что в массиве все будет из нулей, и заполнять массив не надо ничего. Да, все правильно, отлично, спасибо. Вот. Вот то, что я сейчас говорил, вот у нас метод reference, он преобразуется в эквивалентную лямбду, и на самом деле IDE вам очень часто будет подсказывать. Вот ты тут написал лямбду, ты можешь сократить свой код, если ты лямбду преобразуешь в метод reference. Нажми Alt-Enter, оп-оп, у тебя лямбда превратилась в метод reference. И из этого может показаться, что семантика одинаковая, просто синтаксический сахар. Но нет, семантика разная. Метод reference – это действительно метод reference. Посмотрите на этот слайд. Значит, если у нас объект есть в какой-то момент равный нулу, то мы можем передать вот такую вот лямбду в DoSomething, и в момент запуска лямбды мы не увидим здесь null pointer exception, хотя на самом деле уже произошла печаль. Object effectively final, но как бы он прилетел, но мы не знаем, null он там или не null. Когда лямбда вызовется, он дернет вот этот вот код и попытается на объекте вызвать метод от x. И тут мы получим null pointer exception. Если же мы преобразуем вот это вот дело в общ метод, то null pointer exception мы получим в тот момент, когда система попробует сделать метод reference из метода, работающего на объекте. то есть npe возникнет раньше, чем вот в этом случае. То есть здесь и здесь это разные истории. Но кроме того, общ здесь не обязан быть effectively final. Он же не кепчурится в лямбду, то есть здесь вот object, он как бы захватывается в лямбду, поэтому он должен быть effectively final. А здесь образуется метод reference из объекта. Дальше уже как бы все, метод reference, и в этом метод reference будет этот объект. Поэтому effectively final он не обязан быть. Мы можем потерять, изменить это значение объекта, но как бы метод reference, который мы передали туда, он туда скопируется. Видите, семантика разная. И судя по всему, безопаснее, не только как бы удобнее, красивее, но еще и безопаснее использовать метод reference. Не всегда мы можем их использовать именно потому, что object там по-разному может проинстанцироваться. но тем не менее, метод reference это другое. Это не то, что лямбды. И в принципе, если можно использовать референсы, лучше использовать метод reference. Далее. В языке, в платформе, в библиотеке стандартной Java есть объекты, которые специально созданы для того, чтобы быть метод reference. вот просто специально созданы. Есть странные штуки, например, вот есть objects из null, и вы туда заходите и такие смотрите. Он всего лишь говорит там true или false, объект равен нулую или нет. Можно подумать, да ладно, что за бред, зачем это сделали, почему я, разве я не могу всегда написать ifobj равно null, то есть это же проще, чем метод вызывать. На самом деле, это не сделано для того, чтобы вы это вызывали в ife, отнюдь нет. Это сделано для того, чтобы вы вызывали вот в таких вот методах, которые в себя, которые предназначены для того, чтобы в себя брать лямб. Особенно в стримовом интерфейсе. Вот stream filter, objects, non-null, это прям отличный use case для вот этого метода non-null, хотя он такой примитивный, но он есть в стандартной библиотеке. Мы будем говорить про стримы через одну лекцию, и там вот как бы метод референсов мы насмотримся вообще во всю. Отлично, у меня есть даже 10 минут, чтобы поговорить вот о чем. Как только в языке Java у нас появились функциональные типы, вот эти вот functional interface, появилась в языке Java и возможность делать функциональный программирование. И для того, чтобы облегчить эту ситуацию, у нас появились некие такие удобности в стандартной библиотеке. Во-первых, готовый функциональный тип. Что это такое? Это вещь, которой мы можем пользоваться из библиотеки для того, чтобы сразу показать, что наш метод хочет в себя принять некую лямбду. потому что раньше, если мы делали какой-то API, и нам надо было какой-то callback реализовать, ну, допустим, я хочу, чтобы ты мне дал метод, который возьмет в себя аргумент с типом T, который я тебе передам, и не возвращал ничего, возвращал бы void. До 8 Java приходилось писать класс, объявлять этот класс, потом говорить, что абстрактный класс какой-то, или интерфейс, допустим, чаще это интерфейс был, говорить, вот этот интерфейс, вот у меня, пожалуйста, set consumer, вот этот мой consumer, объяви, значит, передай, и люди писали анонимные классы, чтобы передать callback. Сейчас у нас появились лямбды, и не только не надо писать людям анонимные классы, но и тем, кто пишет API, которым нужны callback, им не надо писать свои классы, потому что все уже есть в стандартной библиотеке. Значит, раннабл, supplier, consumer, be consumer. Это готовые функциональные типы, готовые функции, которыми можно всегда использоваться. Понятно, что раннабл это просто нечто, что бежит, никаких аргументов не берет, ничего не возвращает. supplier, supplier не берет никаких аргументов, возвращает тип T, consumer берет тип T, ничего не возвращает, be consumer берет и два аргумента и ничего не возвращает. Смотрите, у них появляются default methods, которые позволяют конструировать из двух функциональных интерфейсов и больше из цепочек следующие. Это чисто функциональные штуки. Например, мы можем сказать, что у нас есть consumer, который сконструирует следующим образом, вернее. Мы можем сказать, что consumer, который получает бар, он берет какой-то consumer запихивает в него строчку и потом еще запихивает эту строчку в лист, который мы создали. То есть мы можем при помощи метода and then из двух консюмеров получить один консюмер, который потом передается куда-то в API, но работать он будет следующим образом. Это будет такой мега консюмер, который получает что-то и последовательно запихивает в каждый из консюмеров, которые там под ним. Функции. Функция понятно, что это такое. Классическая функция. Значит, у нее есть тип параметра и тип возвращаем в значение. То есть один аргумент, один результат. А бифункция это когда у нас имеется два аргумента и третий результат. И у них есть всякие штучки, например, compose and then. Compose это композиция функций, чисто математическое понятие. То есть мы можем из функций f и g при помощи метода compose, видите, у нас f функция, g мы пишем f compose g, получаем новую композицию функций. Значит, у нас есть в интерфейсе function статический метод identity, который возвращает identity function. Identity function нам очень часто когда нужен бывает, потому что API нас требует дайте нам функцию, а мы говорим да вот же функция у нас просто бери аргумент и возвращай его же. Есть у нас еще операторы. Операторы, он берет два элемента одного типа и возвращает третий элемент того же типа, плюс это классический оператор, он берет два int, возвращает int, или две строки возвращает строку. Max, min это тоже операторы, они берут два элемента одинакового типа и возвращают один из этих элементов типа, очень часто используем операторы. И соответственно на них у нас тоже имеются всякие compose and then, потому что они похожи на функции, тоже есть identity, но кроме того у binary оператора есть еще min by max by которые делают нам binary операторы из компараторов. То есть если мы умеем сравнивать какие-то объекты, то мы можем получить оператор max и оператор min из компаратора при помощи статических методов min by max by. Это очень удобная диаматическая функциональная штука. Предикаты. Это то, что нам возвращает boolean. и мы можем делать композицию предикатов при помощи вот этих and, or и так далее. Всех вот этих методов, которые возможны просто над булевскими значениями, но теперь это не просто булевское значение, а предикат, который берет в себя объект или несколько объектов, и мы можем понять какое-то булевское значение на основе объекта или нескольких объектов. как я говорил в прошлый раз, не все так просто с примитивными типами в java пока на настоящий момент, и соответственно в стандартной библиотеке отдельно для примитивных типов все эти сапплайеры, консюмеры, функции, предикаты и операторы они у нас все есть отдельно для примитивных типов. Ну, будет Valhalla, будет легче жить. Значит, теперь три минуты всего, но надо прямо очень сказать, это те три минуты, пока вы включали камеры, дорогие студенты. Значит, у нас есть дефолтные методы в мап-интерфейсе, которые специально предназначены для того, чтобы задавать всякие функции себя. Запомните их, никогда не городите. Вот вы часто используете мапу в таком ключе. Если значение в мапе уже есть, возьми это значение. Если нет, давай мы его вычислим и положим в мапу и вернем. Вот такие конструкции из if в коде Java не надо городить, потому что у мапы уже есть удобные дефолтные методы компьютер из absent, компьютер в презент, компьютер мерч, которые имеют разную семантику. Пожалуйста, изучите их и пользуйтесь ими. Не надо городить никаких велосипедов, все это уже есть. И наконец последнее компараторы. Смотрите, представьте себе, что у нас есть класс person, у него есть first name, у нас есть last name, имя и фамилия. И мы хотим этот список персон каким-то образом сортировать. Вопрос, каким образом мы его сортируем. во-первых, уже точно понятно, что не надо делать анонимного класса. Не надо. У нас есть лямбды, но даже лямбдами пользоваться не надо. Допустим, мы хотим людей отсортировать по фамилии. Вот так мы бы сортировали их по фамилии, если бы у нас не было класса компаратор с его утилитными методами. То есть мы берем два человека, ему надо передать компаратор. Первый человек, второй человек. Значит, у первого взяли фамилию, сравнили с фамилией второго человека. Писанина. А на самом деле мы можем сделать так. Посортируй нам людей, компаратор компэринг, сюда передали метод reference person get last name. Это значит буквально посортируй по фамилии. Видите? Значит, я даже не привожу пример с анонимным классом, там было бы еще больше писанины вот здесь, если вам надо сортировать, помните, что у вас есть класс компаратор с его статическими методами, с методом comparing, которым вы передаете метод reference и создаете компаратор. Если нам надо сортировать сначала по фамилии, а потом по имени, то есть если у нас однофамильцы возникли, то потом значит еще после однофамильцев посортируй по разным именам. А если бы мы не знали про удобство, которое предоставляет нам класс компаратор, мы бы писали вот этот кошмар. К сожалению, джуниор-разработчики на Java до сих пор это пишут, и даже не джуниор-разработчики это пишут, но этого делать не надо. Вам бы надо было так писать. Сначала давайте сравним фамилию, потом, если фамилии одинаковые оказались, давайте сравним по имени. Вот это if и вся вот эта вот. Не надо так писать. Надо писать вот так. Компаратор, компаринг по фамилии, then компаринг по имени. Видите, у компаратора есть метод then компаринг, который вберет в себя метод референс. И вы, задав два метода референса, создали, ну, как бы сделали сортировку людей, сначала по фамилии, потом по имени. Запомните это раз навсегда, всегда этим, пожалуйста, пользуйтесь. кроме того, компаратора, значит, есть разные другие удобняшки. Например, вы можете, значит, создавать реверст компаратор, то есть, как бы вы передали там значит, нечто, что сравнивается в натуральном порядке, но вам надо этот порядок перевернуть. Тогда вы просто пишите реверст, и у вас получается компаратор, который делает все наоборот. Кроме того, nulls first, nulls last. Какой момент положить null? В начало списка или в конец списка? А так, опять же, вы можете настроить свой компаратор на использование nulls first или nulls last, значит, в зависимости от того, что вам нужно. Короче, изучайте класс компаратор, пользуйтесь им, когда вам надо что-то посортировать, и применяйте вот такой вот функционально ориентированный подход, когда вам надо что-то сортировать. Ну и на закуску вам небольшой мемчик моего сочинения, значит, про боль в Java, который говорит вот о чем. Хотя мы можем, значит, вот в этом вот самом компараторе передавать лямбда или метод референсы, как мы умеем, и хотя Java делает все для того, чтобы это все было удобно, она нам делает type inference, но возможности type inference ограничены. и вот, например, такой код не скомпилируется, чтобы он скомпилировался, вам надо будет в какой-то момент подсказать компилятору, что на самом деле вы скравниваете string strings, потому что здесь возможности type inference заканчиваются. Но поставив вот этот вот костыль, вы можете с этим жить и вообще с Java жить и работать. На этом у меня все на сегодня. если есть какие-то вопросы, я на них готов ответить. Если вопросов нет, тогда увидимся через неделю. Так, ну я вижу, вопросов нет, тогда всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok